Всё, я готов. А, всем привет, с вами я, Техник. Что, вы думаете, я не мог сменить футболку? Серьёзно? Мог, мог. А ещё, я мог избавиться от своего прошлого. Уже давно мог, но решился только сейчас. Иии, отлично, теперь я на 100% ваш любимый отец-одиночка, Нюкем. Ха-ха, видите? Иногда можно забрать жизнь буквально. Чего? Что вы там пишете? Что? Меня убила Лиза? Чего? Вы разве видели моё тело, а? Нет, вы видели только большую кучу лужи крови красного цвета. А что там? Чьи там частички в этой луже? Никто разбираться не стал. Ну и замечательно. Я по-тихому отполз и ждал своего часа. Потому что теперь я Нюкем. Я отец-одиночка. Но, конечно, есть и свои минусы. Память у меня всё ещё того-того сраного техника. Как я его ненавижу. Но его больше нету. Теперь я отец-одиночка. Однако воспоминания приходится пополнять. И делать это нужно в одном офигенном месте. Ладно, не такое уж оно и офигенное. Но вам будет очень интересно на него посмотреть. Вы же любопытные, да? Хорошо, хорошо. Всё ради вас. Всё ради моих подписчиков. Моих подписчиков Нюкема. Да-да-да. И сейчас мы туда поедем. Так, только аккуратно. Потому что главное в этом деле не с полицией. И в этом я... В этом я мастер. Так. Машину я брать не буду. У меня есть и другие способы передвижения. Так, тут налево. Эх, офигенная тачка. Жалко, детям его показывать нельзя. Блин. Обожаю старые Ауди. Как и старые БМВ. Так, мы уже близко. У вас там дофига вопросов, но подождите. Это всё неинтересно. Совершенно. Абсолютно. Это всё не имеет никакого значения. Так, загоняем машину в лес. Всё. Почему? Потому что, как бы, теперь я Нюкем. Всё. Ребята, смотрите. Давайте знакомимся заново. Я для вас снимаю уже не первый месяц. И если вам до этого мои ролики нравились, то и сейчас смысла, как бы, на меня ругаться нету. Лучше подождите, пока я найду тут своё помещение. Оно специально очень хорошо спрятано. Его тяжело найти. А вот, всё. Мы уже дошли. Чтобы, чтобы, чтобы кое-что интересное узнать. Узнать, узнать, узнать. Так, всё. Заходим. Никого не вижу. Можно. Можно спускаться. И чё на меня злиться? Я вот теперь хороший, добрый. А дети? Ну, чего дети? Ведь, тем более, дети твоего брата-близнеца. Если у тебя не может быть детей, я считаю, что... Так, кот вёл. Можно их одолжить. Вместе с его жизнью. Я ведь, как бы, ну, хотел её забрать. И забрал. Но таким вот, более цивилизованным способом. Ну, чего, брательник? Как тебе там? Ох, мёрзишь лежишь. А, ну да. Ты сейчас мне ответить не можешь. Ты же заморожен. Так, чё мы сегодня повторяем? Так, смотрим. История про Полину и бывшего. И выяснить, когда Стёпа выдумывает. Так, да. Надо тебя подразморозить. Маленько уменьшим температуру. Так, всё. Отмораживаем. Эй, подъём. Просыпайся. Я живой. Проснулся. Доброй ночи. С разморозкой. Как? Сколько? Сколько времени? Какая рать, сколько времени? Главное, что мы вместе. Так, ну шо. Давай, как бы, чтобы не отвлекаться. Пока там это... Опять не начал на меня всех собак вешать. Давай, маленько поговорим. У меня тут есть темы. Подожди, подожди. Вот ты тварь. Как тебе не стыдно? Ну вот, начинается всё сначала. Ну тебе не надоел уже тысячный раз всё это начинаешь. Ты украл у меня жизнь детей. Но ведь не грохнул тебя. Напомнишь, что вообще у меня было в планах? Конечно. Напомнит. Я всё помню. Хотел грохнуть моих детей. Ну, да. Хотел, типа, внедриться. Стать длинных настоящим папой. А потом жёстко предать. В моём стиле. Чтобы им было по-настоящему больно. Ведь одно дело, когда их, ну, грохает там. И жёстко там с ними что-то поступает. Какой-то непонятный маньяк. А совсем другое. Когда с ними так поступает родной отец. Ну я чё, виноват, что твои дети такие хорошие? Ах, ты сволочь. Это мои дети. Ты, ты другой. Да мы с тобой вообще однокаплены. Ты чё, вообще не отличить. Одно и то же. И вообще, серьёзно. Я тебе говорю, с тобой помощью я стал твоим идеальным заместителем. Тебе никогда не заместить меня и не обмануть детей. Ну, вот с этим ты мне поможешь. Потому что, как бы, я тебе говорю, что не отвлекаемся от тем. Так, первый вопрос. Слушай, расскажи, пожалуйста, историю про бывшего Полины. Об этом ты вообще ни слова не сказал. Я тебя в следующий раз накажу. Какая тебе разница? Ну, слушай. Что, за... Снова хуй? Ладно, ладно, не буду я тебя больше пытать. Просто расскажи ему по-хорошему. Эх, техник. Ну, подумай. Ну, расскажу тебе историю. Ну, другую. Ну, ты всё равно же всё не запомнишь. Ну, как не запомню? Вообще-то, блин, ну ты прав. Я сегодня реально чуть не облажался. И поэтому я себе решил сделать имплант, визуальную память. Я всё-всё-всё буду держать в голове, как компьютер. Так что давай, я на диктофон всё запишу, на видео запишу. Ты рассказывай, рассказывай, не стесняйся. Ха-ха-ха-ха, я-то расскажу. Но ты ведь не всё можешь спросить. Как ты спросишь о том, о чём ты не в курсе? Рано или поздно ты точно облажаешься. Блин. А ведь ты и правду говоришь. Не зря ты мой клон. Мозги-то у нас, в принципе, одинаковые. И ты натолкнул меня на идейку. А давай-ка я сделаю нам обратную связь. Я вставлю, по сути, скайп в твою голову. И когда мне будет нужно, я буду звонить тебе прямо на мозг. И ты мне будешь отвечать. А если не будешь... Ой, не советую. Не надо, не надо, не надо. Надо, надо. Ну, я не могу подвести твоих детей. Я должен стать для них идеальным, папочка. Они влияют на меня потрясающе. Я уже не такой злой. Я не хочу с кем издеваться. Я не хочу сделать коварные планы. Я хочу быть семейным человеком. Ты урод семейный. О, блин, уже скоро светает, капец. Раннее утро, надо спешить домой. Ребят, ну чё вы? Он там не мучается, ему там нормально. Ну а чё я могу сделать? Я не могу его отпустить. Иначе всё рухнет. Я не хочу возвращаться к прошлой жизни. Вот вам легко говорить, вы меня осуждать. Конечно, просто когда ты хорошенький. Когда ты с самого детства тебя воспитывают как нормального человека. Когда, как бы, тебе там дедушка, брат дают советы. Ты вынужден быть хорошим. А когда тебя постоянно предают, ты вынужден выживать. И в итоге, конечно, ты станешь злодеем. Да, но я считаю, что больше уважения заслуживает тот, кто был злодеем, но стал хорошим. Чем тот, кто всегда такой хорошенький, прям ангелочек. Думаете, этот нюкем ничего плохого не делал? Блин, там ржавец. Чёрт возьми. Так, надо его, чтобы он куда-то свалил. Зараза, вот надо ему меня караулить. Сейчас насчёт вопроса задавать. Алло, ржавец. Ты чё там громыхаешь? Ты мне спать мешаешь? А ну-ка живо и иди там в лабораторию свою. Дай мне завтра на работу утром. Сегодня, точнее, уже. Давай не шуми там. Бегаешь под окнами. Ох, блин, бедный ржавец. Даже его как-то жалко. Да и нюкем это тоже жалко. Я такая, наверное, сволочь, да? Ну правда, правда. Ну чё поделать? Я не отдам ему обратно детей. Теперь это мои дети. Я их люблю больше, чем он. Вон, я считаю, что я им даю больше, чем давал он. И вообще я в целом лучше. Ну а если пока что не лучше, то я исправлюсь. Так, надо сейчас только заделать вот это всё, чтобы никто не спалил. Так. И быстрее, быстрее, быстрее в свою кроватку. Вот, ребята, как батя проводит свои ночи. И не высыпаясь. Всё для того, чтобы дети мне не заподрозили, чтобы всё было идеально. Ну, теперь у меня есть офигенская система. Сейчас я вам покажу. Всю ночь делал этот имплант. Я же техник. Так. Вспомнить все машины отца-одиночки. О-о-о. 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 О, другое дело. Сейчас я ничего, никакую деталь не упущу. Ну и полчаса осталось поспать, блин. О, блин, уже утро. Доброе утро, ребята, доброе утро. Я вам ещё не сказал, что вчера я сделал себе, ну, второй имплант, который позволяет мне на дистанционке связываться с моим братиком. Да, с обычным нюкемом. Что-то ржаец там ходит, надо его спросить будет. Что-то у него там в руке. Потому что теперь я могу выходить с ним на связь. Так, проверка связи. Алло, алло, приём. Да, ну что тебе. Блин, ну чего, какие вопросы. Смотри, слушай, у меня есть микронаушник, поэтому говори смело, что хочешь. Как бы ты слышишь, да, микрофон слышно? Слышно? Сейчас, сейчас, подожди. Так. Опа, слышал? Да, слышал. В общем, слушаешь и внимательно говоришь мне, что отвечать. Понятно? Понятно. Всё, давай, давай. Сейчас, это, скоро будем выходить на связь. Всё, пока, отдыхай. Так, ребята, что-то какие-то помехи, блин, на телефоне. Так, думаю, главное не перепутать источник звука. Всё, всё, погнали, погнали, погнали. Уточним у ржависа. Что он там, это надо уже выкинуть. Что он там мутит? Ржавец! Что ты тут делаешь, ходишь? Что это у тебя такое в руках? Что ты опять делаешь? Ты помнишь, да, правило? Никаких экспериментов с радиоволнами. Никаких. Понял меня? Так, дети, стоп. А вы куда с рюкзаками намылились, а? Каникулы к пожратью. А, точно! Этот замечательный... Замечательный синий друг осьминог. Обещание? Эээ, обещание, обещание. Так, слышал? Ну-ка, давай, живо, отвечай. Что за обещание? Дети, дети! Я по земелью. Блин, он меня держит! Он меня... Спасите! Он меня... Он меня... Так, это... Сори. Эээ, это... Блин, зараза! Да пранк я для вас готовил. Пранк это... Готовил. Для вас пранк я... Что-то вот не на ту кнопку нажал, и всё испортил. Заново готовить. Ну чё? Ну, извините. Ну, не смешно получилось, потому что я не доделал его. Ладно, всё, собирайтесь. К пожирателю же не забыли, что надо что-то плавки там взять. Там же остров у нас, дача, плавки, солнечные очки не забыли, чтобы как у меня были. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Какого хрена? Чёрт возьми, почему? Помехи... Откуда он... Стоп! Сигнал пошёл на телефон. Какого фига? Так. Радиопомехи, радиопомехи. Стоп, стоп. Ржавис! А ну сюда подошёл. Что за херня? Почему радиопомехи какие-то, а? Меня за тебя по рту разбоит. Ну-ка, пошли в лаборатору. Ты, мне кажется, обманываешь меня. Ну, конечно, ну-ка. Что? Мы? Кто это мы? ФП1! Ты почему ему не сказал правила? Ты чё тут собрал? Ты чё тут собрал? Ага. На радиоволнах. Слушай, мне плевать, что я тут сделал. Ну-ка, живо разбирай. Мне посрать. Определённо. Живо разобрался. Это у него... Потому что... Он державец объяснит. Давай, вперёд! Хренели. А если бы ещё чуть-чуть, и всё бы рухнуло. Из этих болванов. Вот почему я твой ФП1 не терпеть не могу. Он меня сдать может. Потому что... Ну, я же не тупой. Я догадываюсь, что там внутри. И это что-то может меня выдать. Ребят, мне... Это, короче... Я съезжу в магазин, куплю надувную лодку. Потому что... Ну, серьёзно, блин. Купание без надувной лодки. Я давно хотел. Окей? На кого покупать? Может, кому-то ещё там круг, дельфинчику купить надувного? Ну, на телефон напишите, ладно? Всё. Я быстро. Я туда-обратно. Ой, живо. Ну, сейчас он у меня получит. Ну, сейчас он меня огребёт, блин. Сраный партизан. Ага, диверсию решил устроить. Ну, сейчас я саму задиверсифицирую. Я ему так покажу. Сто раз подумаю, прежде чем палки в колёса мне всувать. Слышь, сволочь. Чё, по-нормальному не понимаешь? Бунт решил устроить, а? Что? Думаешь, ты один тут такой умный? Ну-ка, заткнулся. Расскажи, как ты додумался, что тебя будет слышно? Я бы на твоём месте не кричал при детях. Чего? Ой. Дети, дети, вы всё не так поняли. Всё не так, как кажется. Мне хана. Субтитры сделал DimaTorzok